Здравствуй, дорогой друг или подруга! У нас сегодня на рассмотрении будет новое сезонное осеннее обновление 2022 года, которое называется Bonfires and Blood. Можно пофантазировать, что оно нас отсылает к гонению на сайлимских ведьм, но это не точно, но карта новая к этому располагает. Итак, что же завезли в новом обновлении? Поехали смотреть! Ни одно обновление практически не обходится без карты. Данная карта называется город Бренвич, который был взят из мастерской. И в принципе он как раз в тему Хэллоуина довольно-таки хорошо вписывается, в чем мы чуть попозже убедимся. В этом обновлении также добавили новый режим, который называется Основная цель и Primary Target. Суть режима в том, что каждую волну случайным образом выбирается один игрок в качестве основной цели. Он не может себя хилить, у него чуть больше здоровья стартового, но суть основная в том, что если его убьют во время нашего забега, то вся команда потерпит неудачу. Новые сезонные задания выглядят вот так вот. В принципе ничего такого сложного не представляют из себя. Мы получаем опять же за это моднейшую сумку на спину, ребятушки. Ну и как обычно билеты на Хэллоуин золотые и обычные за прохождение сезоночки. У нас получается 2 платных пушки и 2 бесплатных. Первая платная пушка называется Blood Sickle, она идет для Берсеркера в виде косы. Вторая платная пушка называется G36C. Это получается специальный пулемет, который идет для специализации сватовца. Следующая пушка бесплатная, она идет у нас на специализацию поджигальщика. И называется Dragon's Blaze. 4 ствола, все дела. И последняя пушка бесплатная, называется Локус Саранча. Саранча для товарища выживальщика. Правильно, вот такая вот незамысловатая вещица. В этом обновлении ввели также индикацию бафов, которые накладывает медик. Они отобраться будут в нижнем левом углу. И там также будет указываться количество стаков, которые она в нас наложена. У двух пушек в этом обновлении немножко поменяли характеристики. Значит, первое, ошелший Блэс Браблэс, это называется Позорной Бой, если не ошибаюсь, до бойца поддержки. Итак, скорость спотыкания для данного оружия будет увеличена на 400%. И второе, первичная атака увеличена на 50%. И также скорость парирования будет увеличена на 50%. Вторая пушка это реконструктор мин для медика. Вес у нее будет уменьшен с 8 до 7. И также входящий урон будет увеличен, соответственно, минимальный с 30 до 35. И максимальный с 300 до 350. Повреждение от взрыва теперь будет увеличено минимальное с 35 до 40. И максимальное с 350 до 400. И это были основные изменения в новом обновлении, которые я хотел вам, ребятушки, рассказать. Теперь же предлагаю перейти к самой сути вопроса и посмотреть новую карту, которая называется Город Бармич. Драгоценные мы будем это делать на Аду. Четыре волны. Поехали! Давайте, ребятушки, смотреть карту прямо с самого начала. Да. Очень уютненький город. Прекрасный Памкинс. Я, кстати, не стал рисковать своим здоровьем. Я взял сразу товарища Берса 25 уровня. Почему? Да потому что город. В городских условиях в очень ум... Ммм... Мне не скажу... Оу, зерно. Оу, сено. Оу, сеновал. На сеновале я и моя зина. Хотя мужчина... Торчит тут мужчина в стенке. Бедный мужчина. Слушайте, ну... А если... О, я хотел по бордюрчику. Да-да-да. По бордюрчику тебе сейчас такого сделают по бордюрчику. Короче говоря, в условиях... Скажем так, городского боя... Помня в некоторых смысле локацию Элизиум, когда мы в замке оказываемся. Здесь нечто похожее, поэтому я решил перестраховаться и взять более живучего товарища. Мой выживальщик пока не предназначен для этого. Но в целом смотрим, что у нас по карте, ребяточки. Пока мне все нравится. Карта в воркшопе, которая была в мастерской, она отличалась. Здесь ее более такой четко сделали, что ли. То есть там она... Как это называется? Есть такой эффект блум. Есть, да? Вот он там, скажем так, более заблумленная она была. То есть такая размытая, размазанная. Дымки прибавлены. Здесь и довольно четко все так смотрится. Приятненько. Уютненько. Я карты маленькие люблю, конечно. Но только единственное, что если играешь на аду, маленькие карты вызывают боль в заду, ребятки. Поэтому со всеми вытекающими надо понимать, куда мы пришли. Я, кстати, всех выбить никак не могу. Э, уйди отсюда. Вы представляете, кстати говоря, вот что-нибудь типа... Ой, господи, пошел ты нафиг. Я с тобой не буду разговаривать, противный. Смотрите, сколько маленьких закутков. Сейчас я этому борща наварю. Слышь ты, чучу это. Блин, ребята, какие-нибудь все страшные, а? Э, хеллоуинджи. Ну так же и должно же быть. Ну как ты... А что ты хотел? Вот скажи, что ты мне хотел? Ребят, пока мы здесь находимся, давайте посмотрим... Ух ты, фонтанойт. Почему не брызжет? А, ну, в принципе, осень. Закрыли. О, слушайте, а вот этот момент я пропустил. Посмотрите, местная жаровня. На книгах ребят решили пожарить. Ну, кстати, не профит мне будет ни фига. Слушайте, дупо. О, смотрите-ка. Что, серьезно? Это коллекционки такие? Да ладно, ну это бред. О, а вот это нам подходит. О, сгорела моя жопа. Мы с вами еще чуть-чуть побегаем, посмотрим. Мужчины, смотрите, как радостно руки раскинули. Молодцы, прям чувствуют. Слушайте, а вот как вы думаете, что это такое? Короче говоря, то ли кузницы, то ли хэзы, да? Кузницы, скорее всего. Потому что мы видим здесь доспехи. И разное оружие также представлено. А, ребят, все-таки не, черепахи надо, черепушки. Собирать в очередной раз. Но, в отличие от нефтяной платформы, я думаю, все-таки здесь-то будет попроще. Потому что на нефтяной платформе прям совсем беда. Здесь, я думаю, даже вам гать не нужен будет. Хотя, в целом, давайте-ка мы и гать на это дело запилим. Сейчас я еще маленько пробегусь. Спокойной атмосфере. Потому что вот этому мужчину, да, на вилы посаженного в стены, я, в общем-то, рассмотреть тогда спокойно не смог в обычной обстановке. Так, сколько, слушай, мы два взяли, да, три? Три черепона. Три черепона? Но я не думаю, что тут три. Их тут значительно больше, я так думаю, да? Ну, все, давайте посмотрим хотя бы, да? Примерно. Пока мне все нравится. Карта довольно-таки приятная. Слушай, он еще и блевануть успел, мать-терь божья. Ой, смотрите. А туда нельзя зайти? Слушайте, а, там у вас это тайное общество этих рептилоидов, да? А я туда не прохожу по каким? По каким стандартам я прохожу? У меня мало денег. Я недостаточно алшный ублюдок или что? Я тоже хочу в вашу клуб, ребят. Тем не менее, смотрим дальше карту. Смотрите-ка, знаете, кстати, что они напомнили мне? Они напомнили сосиски в тесте. Или нет, ребят? Ну, это довольно цинично про сосиски в тесте. Ну, смотрите-ка. А-а-а! Я понял тему, ребята! Короче. Брэмвич Таун. Это, походу, как я говорил, охота на бедем. Скорее. Матерь божья! Это, получается, зэдов здесь сжигают, что ли, выходит дело? Правильно я думаю? Вон оно что! Понятно! Кстати, есть такой же пунктик, да? В этой сезонке. Зэдов надо вводить через костры, чтобы у них попы рвались на холсты. Так, пятый. И осталось у нас всего еще чуть-чуть всего ничего. Да, ну давайте попробуем, посмотрим. Здесь небольшая прихожка. Это мужчины. Слушайте, они создатели. А-а-а! Я понимаю вас! У меня тоже тут такая... А-а-а! Кстати, вот это я знаю. Да-да-да-да-да-да-да-да. О! Отличные ковры. Очень модно. Модно молодежно, стильно. Это там пытается меня обливать с головы до ног. Но, мужчина, у меня пока еще есть броник. Так что мне как-то плевать. Местные печки. Поставим свечки. Вот еще один. Слушайте, ну смотрите, я уже три сделал. Нормально так, да? То есть три мне осталось добить. Мужчина висит опять как половичок. Я понял. Это половички. Это город по изготовлению половичков из человеческих ничков. Хотя сказать, ну ладно, грустно будет. В общем, из человечков тут делают довольно неплохие такие вещи обихода. Итак, ребятушки, мне осталось где-то найти три штучки. Я думаю, что вероятно, очень большой вероятностью будет открыто там. Поэтому я что делаю? Я добиваю этого барбоса. И мы с вами дальше переезжаем на следующую волну, да? Если будет открыта дверь, то я вам покажу ее. Если нет, то уже на четвертой волне мы сюда сходим. Хорошо? Ребятушки, еще один черепочек находится прям, помните, где мы кузню с вами проходили? Из-за того, что меня тут обблевывали со всех щелей, я совсем не заметил черепондель. И еще вот, еще один получается. И финальный черепондель тоже сейчас мы где-нибудь найдем. Тем не менее, вторая волна, давайте тогда сразу к ней, а там, может быть, и на босса сразу переедем. Чем черт не шутит? А, ребят, вот, все. Вот мы с вами собрали все клецомки, клецомные предметы и получили ачивку. В общем-то, вы сами видели, все убивается довольно-таки просто. Но! Хочу еще заметить ваше внимание, внимательное, да? Очень внимательное ваше внимание. Сейчас я покажу. Мы когда проходили здесь, был один момент, который я, по-моему, все-таки пропустил. То есть, есть одно место, куда мы с вами не попали, не попали, не попали, не попали мы. И, может быть, оно было и к лучшему, но это не точно. Иди сюда, кактус. Да, кактусы атакуют, настигают, убивают. В общем, проблем нам доставляют. Кстати, а мы здесь не были? Не были, не, были, были, были. Нормально, кактусы мы здесь были. Прорыв канализации, третья секция. Нужен этот, сантехник. Вызывайте Василия Михайловича, у нас к нему должок. Слушайте, сейчас не точно такой должок будет. Ой, слушайте, знаете, о, ребята, мы здесь не были. Ой, какие декорейшн! Ой, господи, боже мой. Это кто? А, не знаю, кто это. Это кто? Это сосед сверху пришел. Его, кажется, тоже затопило как раз из канализейшена. Он все разобраться с этим вопросом не может. Так, вы давайте в количестве уже штук маленько того сделаете, да? Вот, ребят, заметьте, кстати, в этот раз мне кориционки вообще ничего не стоило собрать. В отличие от долбанной нифтной полформы прошлого раза. Ой, господи, боже ты мой. Мой это, теребоньку, это вообще... Так, я должен вот так вот сделать, срочно. Срочно я делаю вот так вот. Мы опять возвращаемся к мужчине, приблизываем к стенке. У меня вопрос. За что нужно дёрнуть попасть туда? Дёрни жазл судьбы! Призовешь слугу сатаны, ну, или типа того. Вы же в Брэнвичтауне, да? Слушайте, там кричал точно мясник или кто-то очень похожий на него. А что-то я его пока не наблюдаю. Неужто он там потом в конце появится? Ой, господи, слушайте, ну что-то прям... Опа, боль пошел, да? Да ладно, хорош, э! Жизнь заканчивается. Женщина! Пошла вон! Вот мне еще толстого жердяя тут не хватало. С его извращенными вкусами чувства юмора. Слушайте, ну, хорошо, ладно. Я, допустим, сейчас его вот и победю. Как-нибудь, да? И вот, блин, это будет больно. Ах, ребят, тут была одна еще секция, которую я так вам и не показал. Ох, 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 я его не покажу. Кстати, где-то нужно в дом быть сразу готовить. Площадку для борьбы с боссом. Наверное, вокруг этой колонны будем делать. Включать музыку бы нехило, потому что, судя по всему, иных вариантов для нас не рассмотрено, не предусмотрено. Слушай, умри, пожалуйста. Спасибо. Мы переезжаем с вами на четвертую волну. Ребятки, я хочу еще одну вещь сказать, что если здесь вот находиться некоторое время, будут появляться темные силуэты, как на карте Эшвуд. И, кстати говоря, заводя речь о меценатах, люминатах, тех товарищах, куда я хотел попасть и куда не мог попасть, там есть один прикол, на самом деле. Но попасть-то можно. Но для того, чтобы там попасть, нужно собрать шесть разноцветных кружочков и пить. Да, это по аналогии как, допустим, выбивание стен было у нас в четвертых отчаяния и т.д. и т.п. А здесь они тоже эту механику, в общем-то, применили. Я нашел пока только три. В общем-то, скорее всего, это будет нас отдельным видосом, потому как, ну, пока что-то я не очень активно находил и искал, вот так, так скорее, чтобы жопан траха мне не сделали, а вот если, по-моему, жопан траха пошел, да, нормальный такой, но я все равно не буду сдаваться. Я так и думаю, что сейчас начнется прям самое веселое сдирание нас на куски. Ой, не-не, нормально, нормально, нас бита, прокачано полностью, так что, скорее всего, может быть, мы сразу не умрем. Главное, чтобы только было куда убежать. Если нам убежать будет некуда, можно считать, что начинаем молиться, дабы не озвездюлиться. Так, раз, минус, 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 плюс на плюс. Ребята, здесь еще пару локаций, которые я вам не показывал. Есть церковь, есть, скажем так, хорошее такое место, церкву Фатька. Есть подвальчик, как раз где я был, сделан, да, где можно, в принципе, как раз выбить одну из составляющих для двери кружочков. Вот, кстати, давайте я вам покажу. Вот здесь вот, по-моему, где-то я. Там, где у нас кузница была, я тоже находил место. Смотрите, какой прекрасный подвал, да? Ну, где-то, по-моему, здесь я находил эту штучку. Не скажу, правда, но здесь можно сбить еще одну коллекционочку. Если что, вот она лежит. Да, сбил я ее, конечно. Давайте представим, что я ее сбил, окей? Вот мы с вами спускаемся в подвал. И там будет как раз бойлеры стоять. Сейчас покажу. Вот здесь вот были бойлеры. Вот они, в принципе, здесь и есть. Твою мать, ты охренел, как тут проклятый? Ты с кем, ты с кем тут борщи решила свалить? Ты понял вообще, что ты делаешь? В общем, ребятушки, где-то здесь как раз находились вот эти вот штучки приятненькие, да? Блин, начинается, начинается. Блинские начинают меня, короче, того делать. Здесь как раз розовенькая штучка лежала, поэтому вы ее вообще никак не пропустите, поскольку они довольно-таки в глаза здорово бросаются. Зелененькая штучка была на верстачке кузницы. Я предлагаю нам с вами сейчас маленько изменить. Ой, господи, сейчас мне так изменят хорошенечко. По крайней мере, больших не вышло, поэтому мы будем изменять в другом месте. Иди сюда, я тебе сейчас изменю. Я тебе сейчас виды изменю. Есть такой сериальчик, называется «Видоизмененный глюрот». Вот мы сейчас с тобой то же самое проделаем. Кстати, этих мужчин мы с вами не посещали или посещали? Посещали вроде бы, да? Ну вот вы сейчас, кстати говоря, ребятушки, видели еще одну локацию, которую мы с вами до этого не посмотрели. Здрасте, толстый яйка. Ну давай, подходи ближе, что ли. Что-то ты сняешь, что ли? Нафига себе, ты мне тоже понял, пожалуйста, что решила? Ах ты, чертилла. Ой, смотрите, кто идет, а. Ой, какой... Ой, нет. Я вот пока вот эту пачечку с патронами не возьму, я даже к нему близко не подойду. Во, ребяточки, ну прям как по заказанному. Вот, я про эту говорил часовинку. Вот тут, кстати, тоже есть. Таблиционочка, тут их полно Я говорю, здесь собирать значительно Проще и легче их Они более заметны, прям сразу Глаза, может, как-то бросаются, да Вот эту локацию тоже Часть локации я вам не показывал Ну, потому как она то ли закрыта была То ли ее проворонил Бог его знает, сложно сказать, что-то было на самом деле Но вот теперь вы видите Вот так вот, ребятушки, это все выглядит Давайте этого барбосика доделываем Сделаем из него сейчас Распишем ему морду по хохламу Он не один Прекрасно О, ребят, смотри, что сделал Я сделал то, что делать не стоит вообще Воу Воу Мужчинки, стойте Мужчинки Расслабьте булочки, пожалуйста Я сейчас буду вынужден применить Удар по яйцу Ну ладно Нет так нет Не хочешь по яйцу Так по лицу получишь Нам какая разница Нам любо было бы куда Ну что же, друзья мои Давайте посмотрим, кто у нас пойдет С на боссе И как мы с этим справимся Что вам сказать, дорогие Ну, я его очень не люблю Но именно Если смотреть по тематике То он очень хорошо записывается Особенно с его вампирской мордой Идеальный вариант Старого извращенного отсоса Мне нравится То есть, ну, не отсосно Нравится Этого мужчины А как раз то, что он Тематически Скифисывается Господи, а саси герой могилы Да, ребята Мне очень грустно Хотя бы потому, что От него мне убежать отсюда некуда будет Если попасть пальцем В самую ту нехорошую точку, да В точку ржи То мы отсюда живем И можем и не выйти вполне Потому что скорости Мне реально не хватит у чувака Мне нужно будет именно Вы убивать максимально быстро чем-то А тут по скорости Я очень сильно проигрываю, ребят Поэтому не все так очевидно Гонять, в принципе, его тоже Особо это лысого негде Ой, господи Ничего себе прям в лицо полетело Вот как ты Старый извращенец Ах, ты старый извращенец Любишь, когда пожестче, да Чай тебе пока Не, ребят Надо как-то это Ой-ой-ой Отцов, пошел Отцов, пошел Пошел, пошел Отцов, пошел Отцов, пошел Так, стоп Так, стоп Не-не, ничего не знаю Я пошел Я пока что это Охо-хо-хо-хо Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-х только один вопрос возникает а где все цели будешь вот такая толпа бегал и нет никого сейчас все время хоть что мой берсеркер елена таскает у это чуть кирпичишек ботинок а вот и cd вот и zf просил получить просили пожалуйста я отцов придет мне бы сейчас за тайник мешал ну конечно же как по-другому-то быть и не могло конечно засос пришел да не хочу я к тебе чё ты пошел ты в жопу что-то орешь господи ого накидал сколько бомб ты родила ах ты старый ты засранец ах ты старый извращуга а если хочу а если я не хочу что-то прям совсем где-то дед обалдел обалдел дед где-то обалдел гранат не желаете а я тут а я уйду а я знаю что здесь может подел дед на борщ дед друзья мои ну довольно хорошая карта тематический под хэллоуин просто подходит на мой взгляд изумительно мы танцуем победный танец перемещаемся к с вами заключению посмотрим что почем и подведем итоги что же сама карта бренд мечта мне очень понравилась уютненько атмосферненько мрачненько все как хэллоуин должно и быть собираются к лицом ки без особых проблем босса мы сами видели как разобрали вообще на нечего делать карта данная хорошо проходится чем меньше тем лучше народу потому что чем больше народу тем будет меньше кислороду относительно всего остального я думаю почему-то будет больше обновлений насколько есть столько и есть и с этим мы будем в общем то все это прекрасно есть как говорится но такая вот пафтология что же драгоценные на этом вердикта могу сказать свой довольно таки положительно очень неплохое обновление в целом если него прям очень много не возлагать вот такие мои мысли на этом я буду с вами прощаться желаю вам успешных баталий зодобойцы поддержите это видео своим большим пальчиком и поделитесь видосиком вдруг кому тоже это будет интересно и до новых встреч мои дорогие stay safe and brutal скоро увидимся счастливо